О трудовом подвиге чувашского народа в годы Великой Отечественной войны должно знать нынешнее поколение молодых. И не только те, кто родился и живет в республике, но и те, кто в силу жизненных обстоятельств нашел родной дом в других уголках страны. Об этом шла речь на встрече с представителями национально-культурных центров. В онлайн-разговоре приняли участие наши земляки из Санкт-Петербурга, Самары, Иркутска и, конечно же, Чувашии. Инициатором стало Чувашское культурное общество и Дом дружбы Ленинградской области. Герои трудового фронта еще живы. Многие из них строили сурские и казанские оборонительные рубежи. В этом году республика отмечает 80-летие памятной даты. Мы-то с вами, взрослые поколения, хотя бы услышали воспоминания своих родителей. Кто-то слышал воспоминания дедушек, бабушек. А вот, допустим, внуки, праздники сегодняшние, знаете, они очень мало знают о истории, о героях войны, а не говоря уже о дружниках тыла. И, наверное, вот наша задача общественных организаций – выходить больше на такие встречи с молодежью. В числе главных мероприятий – 9 мая. Парад Победы, шествие Бессмертного полка и Героев трудового фронта. Два последних пройдут, скорее всего, дистанционно. Окончательное решение будет принято 25 апреля с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Но независимо от принятого решения, акция будет организована и в онлайн-режиме. У нас есть Сурский рубеж РФ, на сегодняшний день портал, где вы действительно можете ознакомиться с исторической составляющей, как земляки, еще больше узнать о том, что происходит на сегодняшний день в Чувашии, какие мероприятия в этом ключе проводятся. На сайте Сурский рубеж РФ можно найти даже рамку, чтобы вставить туда фотопортреты родных и близких. О героях трудового фронта узнает вся страна и мир. Всего в рамках празднования Дня Победы в Чувашии в этом году планируется провести около 2000 мероприятий. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика.